Отставки и кадровые назначения. Начнем с этого блока, с этой темы. До Нового года еще некоторые наши издания отправили в отставку Сергея Грекова, главу администрации УФы. Вы в своих роликах тоже об этом говорили. Но есть ли все-таки под этими всеми информационными волнами реальная потоплека? Ведь пока внешне все выглядит совершенно благодушно. И даже Грекова ставят в план оперативок ради Хабирова. Правда, он в итоге там не выступает почему-то. Отставки действительно реальны. Планы существуют. Но, как у нас принято, все это делается кулуарно. На мой взгляд, Радий Фариточ немножко поторопился даже выпустить в ближайший круг вот эту всю информацию и все эти намерения. Ну, видимо, так уж получилось. Хабиров, судя по всему, недооценил те сложности, которые его ожидают на пути переназначения двух ключевых фигур. А все-таки руководители администрации и мэр единственного миллионного города и региона это ключевые фигуры, которые просто так менять на доске не получается. Хабиров, в общем-то, должен был бы знать, наверное, о том, что есть определенные и формальности, и ритуалы, и сложности в связи с этим. Но как-то в очередной раз свои силы переоценил. То есть вот это вот дожимательство, переломательство через колено, оно рано или поздно, конечно, Радий Фариточ, должно было подвести. Вот, пожалуй, это один из примеров такой ситуации. Ну, я утверждаю, что намерения смены руководителя администрации, вернее, назначения кого-нибудь на этот пост и смены мэра, они реальны. Ну, насколько вот сейчас этот процесс пойдет динамично, я пока говорить не могу, потому что достаточно много различных сил и ведомств задействовано в этих процессах. Есть формальные процессы, есть неформальные процессы, но все они должны быть пройдены. Вот как бы так. То есть говорить о каких-то сроках, наверное, нельзя, но есть представление, наверное, о разумных сроках и сезонных сроках. То есть вот главу администрации, руководителя администрации, надо назначать чем быстрее, тем лучше, потому что, ну, хозяйство начинает потихонечку разбредаться. А вот руководителя города, мэра города, или как там его правильно называть, руководителя администрации, городской сити-менеджер, вот его, конечно, надо назначать сезонным образом, и в разгар вот этих сногопадов, вот этих всех вещей, конечно, менять мэра, это достаточно неосмотрительный ход, если только там, ну, не случилось что-то совсем уж страшное. А с господином Грековым, в принципе, ничего страшного не происходит, он человек абсолютно инертный, безинициативный и не способный к реальным действиям, соответственно, ничего плохого сделать тоже не мог. Ну, никто не отменял преступное бездействие. — Вот здесь вот хотелось бы понять, ну, действительно, каких-то провалов таких крупных, скандальных вроде нет. Есть некие проблемы в хозяйственном отношении, которые вроде как и не возникли вчера. То есть можно предположить, что они копились даже годами, то есть и даже начались, наверное, формироваться там еще даже до Мустафина. И почему вот так вот у нас в итоге происходит? То есть Грекова назначали, ну, вполне осмысленно, наверное, и надеялись, что это будет долго и где-то даже успешно. Вроде как, я помню, вот при его презентации было сказано, что ему предстоит отметить 450-летие города. Наверное, за и против взвешивались. Наверное, та же старая площадь поучаствовала в согласовании. Ну, почему же в итоге не получается? Ну, вероятнее всего, опять же, были переоценены его качества. По поводу осознанности его назначения я бы поспорил, потому что делалось это в ППХ, с бухты Барахты. Абсолютно не было мотивировано и объяснено, почему именно Греков должен быть мэром Уфы. По сути, декларативно вот был вытащен из ниоткуда, из глубины ишимбайских лесов был вытащен человек, поставлен на трибуну и скажет, вот, отличный парень сможет справиться. Почему? Никому не объяснили. Это первый был вопрос, ну, и недоумение, особенно у тех людей, кто участвует реально в управлении городом, кто по-настоящему понимает, как это работает. Кроме недоумения это не вызвало ничего. Ну, хороший парень – это не профессия. Если он умело жарил шашлыки нужным людям, это тоже не заслуга, это всего лишь стечение обстоятельств. Соответственно, ну, при всем моем автоматическом уважении к Грекову как к человеку, я не вижу причин делать из него мэра миллионного города. То есть он, да, он, наверное, хороший человек, он отличный семьянин, он не пьет, не курит, безобразие не нарушает, но это не профессия. Ну, здесь нельзя не согласиться. Вместе с тем возникает же вопрос, как у нас говорят в масштабах страны, а кто, если не Путин, в данном случае, скажем так, кто, если не Греков? Есть ли у нас, условно, крепкие мужики-хозяйственники, которые вот на подходе, которые много лет росли по карьерной лестнице в рамках муниципалитета, и теперь вот завтра готовы занять эту должность? Ну, как, например, Ирик Илал в свое время, да, прошел некую иерархическую лестницу и действительно вроде как разбирался в вопросе. Ну, как говорит один мой хороший знакомый, живущий ныне в Лондоне, оскорбительно предположить, что среди населения 140 с лишним миллионов человек не найдется никого достойного. Ну, перефразирую для Башкирии, то есть среди 4 миллионов населения не найти достойного руководителя, наверное, даже предполагать об этом как-то оскорбительно для жителей республики. Конечно, есть эти люди. Да, конечно, период правления Хабирова внес чрезвычайный хаос в кадровую политику и в кадровую ситуацию, и вот эта вот чехарда на местах, она не позволяла людям расти, набираться опыта. То есть вот эта вот бесконечная смена администрации. Конечно, человек работает полгода, поэтому его вместе с начальником оттуда выпинывают, приходит какая-то новая, в кавычках, команда, которая больше похожа на банду. Опять начинаются грабежи и разбои, опять их куда-то девают, и новые приходят. Конечно, ну где тут вырасти кадрово, да? Где здесь карьеру построить, когда нужно без конца думать, что до конца рабочего времени осталось там 2-3 месяца, и скоро новых приведут. Это, конечно, препятствие. Ну, пример Ирика Елалова, безусловно, такой канонический человек, там прошел через определенную карьерную лестницу и поработал министром жилищно-коммунального хозяйства, и что тут греха таить, действительно неплохо понимал все это. То есть греков, пожалуй, что это такое стечение обстоятельств и стечение нескольких обстоятельств, и волюнтаризм Хабирова, как человека, практикующего такую извращенную кадровую политику, и плюс к этому, конечно, кадровый голод, который тоже сформировался, но не вчера, и действительно, вы правы, наверное, в том смысле, что то, что сейчас разгребает греков, это, конечно, не только его просчеты, не только его ошибки. Это вот компиляция всех проблем, которые в городе накапливались. Но, простите, куда же вы смотрели? Все вы три с лишним года смотрели, когда город набирал-набирал вот эту вот массу проблем. Вот этот вопрос, он с течением времени становится все более актуальным. Хорошо, если все-таки от фамилии абстрагироваться, и сейчас не делать прогнозов, будет ли отставка, и если будет, то кто заменит Сергея Грекова, то хотелось бы все-таки о проблеме самой. То есть вот учитывая нынешние реалии, экономические, политические, можно ли себе представить ситуацию, что придет действительно какой-то условный, хороший, крепкий хозяйственник, и вот все те проблемы, что у нас есть, решит хотя бы те, что на поверхности, да, элементарную уборку снега с улиц, содержание в порядке ЖКХ? Ну, давайте не будем питать иллюзии и надеяться на чудо. То есть, несмотря на то, что у нас сегодня там канун крещения, и многие там упоминают об этом и прочее, прочее, но чудес, наверное, все-таки, особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве, не бывает. Там все держится на законах физики, экономики, и, к сожалению, иногда на некоторых законах человеческих отношений, потому ожидать какого-то спасителя, мессию, точно не надо. Это глупо. Человек, который будет способен управлять городом по-настоящему, он столкнется с чрезвычайными проблемами, и ему придется принимать массу непопулярных решений для того, чтобы решать важные проблемы. Я говорю о перераспределении бюджета в первую очередь. Я говорю о жестких и необходимых кадровых решениях, то есть определенное количество людей, от определенного количества людей в городе необходимо избавиться. Вот эти трутни, которые у нас в большом количестве завелись с приходом господина Хабирова, они должны покинуть руководящие должности, потому что они лично и все вместе тормозят развитие. Это о них сегодня говорили на оперативке, что какие-то непорядочные там люди завелись? Нет, речь шла о господине Исхакве. Вы, наверное, про это говорите. Нет, нет, я сейчас имею сегодняшнюю оперативку мэрии, возможно, как бы... Я не смотрел, пока не дошли руки до оперативки мэрии. А о ком вы тогда говорите, что это за трутни? Нет, я говорю о тех назначенцах, которые... На самом деле ведь мы видим только верхушку айсберга, то, что там лично Хабиров толкает кого-то сюда, там любимцев своих в главы районов и прочее. А есть еще огромное количество мелких и средних чиновников, которые тоже во всей этой массе начинают попадать на руководящие должности. Люди эти в основной своей массе непрофессиональные идут туда совершенно с иными целями. Не с целями развивать или удержать город на плаву, а с целью там, ну, личного обогащения и еще каких-то мотивов. То есть, конечно, нужна ревизия, кадровая ревизия в городе и в районах города в том числе. Но в первую очередь, конечно, нужна некая финансовая реформа, которая, ну, вот, назрела. И тоже эти проблемы возникли не вчера, и они пришли не с приходом Хабирова. Я, например, говорю о том, что о чрезвычайной несамостоятельности районов городских. То есть, об отсутствии даже расчетных счетов отдельных у города. То есть, вот эта квази-централизация, которая случилась с финансами города, она на самом деле во вред. То есть, нужно переосмысливать эту вещь. Опять же, нельзя допускать крайности, нельзя уйти в абсолютную автономность районов. Районы у нас очень разные, и, там, например, ну, нельзя, условно говоря, делить финансы между ними поровну. Потому что Октябрьский район и Ленинский район, это две большие разницы или четыре маленьких, да? Соответственно, очень нужен взвешенный подход. Нужны грамотные люди. У нас, к сожалению, их практически не осталось в руководстве ни городом, ни регионом. Так что вот это главная проблема. А финансовая реформа городу необходима просто позарез, потому что в той финансовой схеме, которая существует, город существовать не может. А по поводу, в принципе, самостоятельности, да? Было модно последние пару лет говорить, что все-таки Уфа превратилась в министерство по джалам Уфы. И, в общем, раньше все-таки она была более субъектной. Здесь вы согласны? Безусловно, да. Но это федеральный тренд. То есть, после Владивостока, Хабаровска и еще пары городов, где случились громкие конфликты между мэрами и губернаторами, федеральный центр склонился к такой форме, что нужно прекращать самостоятельность администрации крупных городов, потому что это большая сила, это большие финансы. Как правило, главный город региона, это четверть, а иногда и больше, в некоторых сибирских регионах, вообще от объема экономики региона, у нас это, условно, где-нибудь, наверное, 45%. 40-45. В некоторых регионах больше. Это очень напугало федеральный центр, и они, в общем-то, склонны к тому, чтобы сокращать эту автономию. Ну, а регионы, естественно, подхватывают. Губернатору тоже очень удобно, если город будет в полном его подчинении, и будет это не мэрия, а действительно министерство по делам Уфы или столица региона. Соответственно, но это удобство, оно оборачивается не самостоятельностью, не оперативностью принятия решения, игнорированием интересов жителей, в угоду каким-то иным интересам. Вот мы перед передачей говорили про один феномен, про распределение НДФЛ. НДФЛ – это налог дохода физических лиц, и он остается в региональном бюджете. Ну, там, так или иначе остается. В сельских районах у нас НДФЛ полностью поступает в бюджеты района. Оргазинский, Буздякский, Бемакский и прочее. Это основа их доходной части. Уфа получает 3-5% НДФЛ. Собираемого в городе. Это крайне мало. Я не говорю о том, что самый богатый город республики не должен делиться с остальными статьями бюджета, но отдать ему 30-40% НДФЛ, и вот бы была решена проблема, например, с закупкой техники для уборки улиц. Например. То есть, вот на скидку, да, Сергей Николаевич, пришлите мне, пожалуйста, шоколадку за вот этот совет, если вдруг вы его услышите. То есть, если ваши специалисты до этого не могут дойти. Да, вам придется побиться, значит, за эти интересы города, например, в госсобрании, которое принимает решение о подобных перераспределениях, вам придется побиться с Лирой Закуановной по поводу перераспределения вот этого бюджета. Ну, вот это прямое решение проблем финансирования. А разве у нас принято где-то биться за какие-то свои права? Разве у нас не решается все это сверху, и все это под козырек принимают как должное? Под ковром там идут такие процессы, что вы даже себе представить не можете. То есть, насколько это битва, и насколько это действительно схватки за перераспределение бюджетных статей. Они существуют, они есть и будут, и это, в принципе, нормальный процесс, когда идет, ну, хотя бы кулуарное обсуждение бюджета. То есть, как вот у нас однажды спросили депутатов госсобрания, как они утверждали бюджет, они сказали, да мы даже не читали. Это понятно. Но интересанты всегда будут биться за это все. И мэр города должен быть первым, кто отстаивает финансовые интересы города. То есть, количество праздников, которые ему дозволят провести, там на площадях, не там залпы фейерверков, которые ему разрешат выстрелить там в честь какой-нибудь очередной победы, а именно финансы города, которые он будет тратить на нужды горожан. Но ведь в этом случае все-таки мы приходим к тому, что этот самый мэр должен быть близким лично человеком к главе республики, чтобы как раз-таки иметь возможность бороться и добиваться. Иначе эта борьба бессмысленна. Мы же знаем, как депутаты проголосуют в итоге. Степень этой близости, конечно, она как и полезна, так и опасна. То есть, если это панибратство, байство, а не дай бог еще и кумовство, то эта степень близости, она только во вред. Мы же говорим про пользу гражданам. Хотелось бы, да. Не ошибаюсь. То есть, если мы хотим нанести пользу гражданам, то, соответственно, мэр не должен быть родным братом губернатора. А еще хуже сыном его, например. Но, конечно, деловые отношения должны быть. Должны быть уважительные, деловые, партнерские отношения, когда город тоже что-то дает республике, вот в том числе, например, НДФЛ в большей своей части. Город собирает и отдает республике много денег. Но и республика должна учитывать интересы города, не доводить вот до такого состояния, когда одна лопата на пятерых, и один трактор на весь район. А мы сейчас вот в такой ситуации находимся. Вот. То есть, куда они смотрели? Извините, такой обывательский вопрос. А куда вот этот мудрый и всевидящий Ради Фаридович смотрел, что у него город погружается в такую бездну? Так, ну, может быть, до разборок на уровне города нам еще предстоит дожить. Но вот вчера действительно была оперативка в правительстве, и там прозвучали довольно любопытные вещи. В сердцах Ради Хабиров высказался на тему бывшего главы администрации Иглинского района, Исхакова. В общем, там, довольно даже новые некоторые слова мы услышали в его исполнении. И как бы возмущение вроде как было искренним. То есть, он видит, что местами бывает беспредел, и с ним надо бороться. Да, да, да. Есть один чудесный нюанс. Ради Фаридович возмутился тем, что было сделано Исхаковым тогда, когда Ради Фаридович был руководителем администрации. Исхаков находился на своем посту с 2005 по 2010 год. И все вот эти деяния ужасные, которые теперь ему вменяет юрист Хабирович, были совершены под присмотром Ради Фаридовича Хабирова, потому что он тогда очень строго и зорко присматривал за всеми главами всех районов, будучи главой администрации, руководителем администрации президента Рахимова. Понимаете, в данном случае Ради Фаридович это действительно та самая унтер-офицерская вдова, которая сечет сама себя. Исхаков, если он и совершил какие-то преступления, а мы с вами пока еще не можем об этом утверждать, то он совершил эти деяния исключительно под присмотром Ради Фаридовича. Что пошло не так, не знаю. Возможно, действительно сейчас Исхаков представляет, ну, невозможно, а это действительно так, представляет определенную силу в Иглинском районе, будучи человеком чрезвычайно обеспеченным, если не сказать очень богатым, одним из крупнейших лендлордов республики Башкортостан, и Иглинский район это один из лучших районов с точки зрения стоимости земли, человек, конечно, весомый. Судя по всему, Хабиров не смог убедить Исхакова в том, чтобы тот, склоняя голову, следовал интересам команды Хабирова. Я ни на минуту не допускаю, что речь идет об интересах жителей Иглинского района, речь идет о каких-то конкретных деловых интересах, которые не сговорились Исхаков и Хабиров. Вероятнее всего, речь идет об участках под логистические центры, которые там планировались и так и не могут запуститься, а это крупный интерес, крупный бизнес-интерес, который никак не касается, на самом деле, интересов самого района. Ну, кроме того, что там будет расположено какое-то предприятие, на нем там будет работать человек 70-80. Вот. Так что тут это подковерная борьба. Судя по всему, Исхаков пошел наперерез, наперекор интересам команды Хабирова, либо лично Хабирова, потому что насчет логистического центра я знаю, что Хабиров лично общался с собственником этой крупной компании, которая будет инвестором. Носкова вы имеете в виду? Нет, не Носкова, а именно тот, кто является инвестором Носкова. Вот. Это крупная компания, которая занимается контейнерными перевозками, одна из крупнейших в России и крупнейшая в мире. Соответственно, тут, конечно, серьезные очень интересы. И вот, видимо, тут что-то там не сложилось. Ну, мы не можем об этом утверждать однозначно, но у меня есть такое ощущение, что это чисто там, ну, по баблу не договорились, извините за жаргон. Ну, вот затронули эту тему, немножечко застройщиков, значит, задели того же Носкова. И тут нам, Владимир, вопрос писал несколько минут назад. Почему исчезли застройщики из новостной политики? Не слышно Салихова, Носкова и прочих. Почему внезапно смолкли, стоят скандалы за исключением только Армавирской-15? Действительно, в последние месяцы тишина. И ради Хабиров уже никого не отправляют в освоясь со стройкой. Ну, иных уж нет, иные уж далечие, как говорил Александр Сергеевич. Тут как бы кто-то договорился, кто-то решил свои проблемы, кто-то съехал или съезжает, вот как Салихов. Соответственно, ну, во многом напряжение здесь было снято, чего не скажешь о решении проблем. Имеется в виду вот проблем обманутых дольщиков, проблем достраивания недостроенных объектов. Вот Серебряное... Ой, Серебряное кольцо, господи. Садовое кольцо. Компания, ну, повисла в воздухе, по сути, вот сейчас. Вот этот проект, масштабный инвестиционный проект, который был вроде как громогласно провозглашен, сейчас он повис в воздухе. Никто не понимает, чем это закончится. Там же бегает Бадиков, значит, с ружьем, который пытается что-то предпринимать, ну, на мой взгляд, совершенно деструктивное вокруг этой всей ситуации. Все запуталось и так далее. Ну, а почему так меньше стали говорить о застройщиках? Ну, во-первых, поводов меньше. Во-вторых, ну, новых строек меньше. То, что достраивается, слава богу, как-то достраивается. И то, что стоит, так и стоит. То есть вот Серебряный ручей остановился и стоит, как бы, заклинило, и непонятно, что будет дальше. Миловский парк там худо-бедно. Перед Новым годом мы тут в эфирах пытались разобраться в некоторых проблемных вопросах, но эти вопросы вот с новой волной вчера всплыли. Я имею в виду наш общественный транспорт, а всплыли они после публикации ЮТВ одной из сцены, скажем, да, в автобусе люди поругались с водителем. Казалось бы, частная история, но вот на мой субъективный взгляд, она довольно-таки иллюстрирует, да, общую картину, которая нас сопровождает. Тут министр транспорта у нас говорил, что вот в ближайшие месяцы мы уж точно все решим, у нас вот уже будет новая контрактная система, и новые перевозчики к нам заходят, и они будут замечательно все делать. Один из них даже зашел. Правда, он, кстати, единственным не принимает уже ОЛГУ, там объявления висят, что... Он не принимает ОЛГУ, у него не работает ГЛОНАСС, он вообще такой, это какая-то дикая дивизия, то есть батька Махнова шел в город Уфу. Я каждый раз стерюсь понять все-таки, что же не так. То есть вот действительно нет желания, в конце концов, добиться результата, или все-таки нет компетенции? Однозначно нет компетенции. Конечно, желание есть. То есть желание хотя бы снять проблему, это точно. Компетенции нет. Транспорт — сложнейшая сфера. Это очень сложно. При этом существуют уже наработанные другими городами и странами алгоритмы, то есть велосипед точно не надо изобретать. Я знаю, что Уфа удивительно капризный город. Несколько было итераций процессов, когда это еще даже до Хабирова, когда вызывали специалисты. Вот опять подходила ситуация критическая, что вот плохо, проспект стоит, что-то там не так. Значит, и вызывали специалисты. Какой-нибудь специализированный институт. Это были питерские, да. И еще другие. Люди приезжали за какие-то небольшие деньги, делали экспертизу и выкатывали резюме. У вас вот это, вот это, вот это неправильно, нужно сделать вот это, вот это. Чиновники смотрели на это все и говорили, ой, нет, мы это делать не будем. Причем без объяснения причин. Ну, есть у меня подозрения в том, что некоторые из этих предложений шли вразрез с их личными интересами. Какие-то были просто непонятны или там трудно реализуемы. В итоге мы остались, ну, при том же примерно. Хабиров был прав, когда вышел на улицу вот в первый свой день там приезда в Уфу, посмотрел на наш транспорт и возопил. В этом смысле он был прав, но в этот момент его правота и закончилась. Потому что дальше то, что он стал делать, это абсолютный бред. Он был прав в том, что проблему надо решать. И это вот подтверждает мои слова о том, что желание есть. Компетенции ноль. У него лично не беда, он же не транспортник. Компетенции ноль у его окружения не беда, можно было кого-то туда добавить. Значит, и вот ноль компетенций в конечном итоге на данный момент, который сохранился, он дает нам вот это результат. Никого не пригласили, никого не послушали, никаких советов не вняли ничего. Значит, вот максимум, на что они способны, это купить бэушный транспорт где-нибудь далеко-далеко и сюда его привезти. Они даже купить не могут. Вот в чем проблема. Ну, так что нет. Желание есть, нет компетенции. 100%. Знаете, вот как бы традиционно, в общем-то, вы критикуете Хабирова лично и членов его команды, в частности за то, что вот как бы у них компетенции не хватает, но как бы я заметил, вроде как не ошибаюсь, что, например, исполняющий обязанности министра ЖКХ Алан Морзаев стал немного вам импонировать, да? По крайней мере, судя по тому, что вы говорите в своих видеороликах. То ли, я не знаю, может быть своей откровенностью или все-таки попытками действительно что-то решить. Я ошибаюсь или прав в этом вот ощущении? Безусловно, в определенный момент я пересмотрел свое отношение к Морзаеву, ну, не там, не на 180 градусов, но определенный сдвиг произошел, да? И в первую очередь, да, потому что человек имеет, ну, не знаю, там, смелость это или это безбашенность какая-то, это уж там вопрос не ко мне, но человек имеет вот это вот свойство что-то говорить, реально говорить о ситуации, как она есть на самом деле, хотя бы там на 80 процентов, да? Если бы Алан Викторович рассказал нам, что происходит в Уфе на самом деле, вот, ну, помимо тех оглушительных цифр, которые он представил на одной из последних оперативок, ну, наверное, там бы все попадали со стула. Ну, и даже того, что он сказал, было достаточно. Вопрос дальше в том, что он будет предпринимать для того, чтобы вмешаться в эту ситуацию, то есть он как министр ЖКХ все-таки определенным образом влияет на ситуацию, в том числе на ЖКХ Уфы. Ну, и должен это делать, безусловно. Вот насколько он найдет в себе силы и компетенции принять системные меры вот к этой ситуации, вот это будет уже, ну, лакмусовая бумажка для него. Ну, да, он мне симпатичнее, чем некоторые или многие другие члены этой команды, но надо не забывать, что он плоти от плоти команда Хабирова, а она пока, в общем-то, это, ну, в моем восприятии, это негативная сила, которая угнетает республику, если брать их в целом. А вот, кстати, если в целом взять вот эту команду и вспомнить все-таки ту команду, что в последние годы была с Рустемом Хамитовым, какая из них, будем говорить, ну, хуже? Ну, такие сравнения, конечно, это вещь недопустимая, но... когда, то, конечно, да, команда Хамитова была значительно более позитивной компанией. То есть, они просто меньше навредили республике. Ну, потому что ничего не делали, да? Ну, где-то ничего не делали, где-то делали то, что было, может быть, более полезно, чем там альтернатива, еще что-то. Ну, вреда было точно меньше, если вот так вот вкратце говорить. Про пользу там сложно говорить, опять же, там, развитие культуры и развитие науки, это разные вещи. То есть, и сравнивать их-то одними показателями точно нельзя, да? Развитие промышленности и прочее. Потом Хамитов и Хабиров находятся в абсолютно разных экономических парадигмах. Хамитов, например, 12-го года, это человек, который обладал, там, профицитным бюджетом. Доллар по 30 рублей, значит, и прочее, прочее, да? Ну, да. То есть, объективно было легче. Да, абсолютно. То есть, и возможностей, значит, было больше, и их неиспользование этих возможностей, ну, большее преступление, чем что-то иное. Сейчас Хабиров находится в условиях, когда бюджеты падают, когда курс доллара растет, когда затруднены, да, контакты, скажем, с международными экономическими институтами и компаниями. Опять же, коронавирус, который, ну, безусловно, угнетает тоже экономику и регионы, и страны, и мира. Так что, ну, сравнивать вот их напрямую там нельзя. Но все-таки мы попытались, и вот смотрите, несмотря на все эти сложности, сейчас они что-то, ну, даже открывают, какие-то производства. Ну, что-то как-то движется со скрипом, конечно. Ну, это, знаете, это как Разумикин, который налаживает связь. Если вот так вот рассуждать, они открывают. Ну, Ростелеком налаживает связь, а Разумикин только в блокнот заносит результаты. Ну, то есть присвоение заслуг, это, конечно, очень распространенная история для человека. Ну, вот Благовещенский завод, значит, открывается там. До этого мы там открыли Лассарсбергер в прошлом году. В зоне Алга что-то анонсировали, вот открылось. Ну, значит, в Шамбаре. А, там у нас кишить добудут. Там какая-то трикотажная компания. Ну, как бы ни было, но ведь что-то. Нет, согласен, что-то... Подождите, а вы исходите из парадигмы, что мы где-то остановиться должны были? Вообще-то весь мир развивается. Вообще-то 3-5 процентов ВВП идет плюс в нормальной стране, а иногда больше. Ну, больше уже сейчас сложно, но бывает. Вот. То есть развитие — это норма. Согласен. То есть и ставить ее в заслугу, вот то минимальное развитие, которое любимое показатель Ряди Фаридовича, это индекс промышленного производства. Когда ему становится совсем уже не в МАГАТУ, он вспоминает про этот индекс, его произносит, ему как-то легче становится на душе, там 103 процента, там 107 процентов, 104 процента. То есть, ну, это рост, который вообще-то норма. Но не в России. Но в России-то целая ситуация. Для России это вообще... Ну, как... В нынешней России, да. Понятно, что... Да, в нынешней России, конечно, все немножко хуже. Но вообще-то для нормального общества, каковым они себя полагают, вот что самое главное — это норма. То есть, у них тут возникает некое противоречие. То есть, они хотят измерять себя мерками Зимбабве, вот экономическими нормами Зимбабве, но считать себя цивилизованной страной. Ну, то есть, вот о чем проблема. Вот мы затронули, да, такую глобальную немножко тематику страна и так далее. Как раз в внешнеполитической активности есть определенная Ора Хабирова и его команды. Вы об этом также высказывались. Довольно-таки нерестные выводы сделав, что все, с кем они общаются, это, скажем так, ну, скажем, неудачники обобщая, скажу я на мировой арене. Там Дадон, Лукашенко и вот, значит, Насарбаевский премьер-министр, фамилию которого я бывший уже не назову. Мамин. Вот. И тут я вот что-то с нашими гостями обсуждал. И, в общем-то, тут не все однозначно негативно отзываются. Они говорят, ну, в общем-то, главам регионов не дано, да, больше, чем им может быть дано. А тут хотя бы что-то, хоть какая-то активность. И в этом смысле Хабиров выгодно отличается от других глав регионов. То есть понятно, что Россия в принципе не общается с нормальными странами на сегодняшний день. А тут вот есть как бы некие партнеры, и им, точнее с ними, ему разрешено общаться, и есть шанс что-то притащить в республику. То есть на безрыбье и рак рыбы, вот в этом смысле. Ну, давайте так. Если мы хотим объективно оценивать эти вещи, то давайте оценивать с точки зрения экономических результатов. Ну, бог с ними, с перелетами. Ну, истратили они там 20-30 миллионов на эту турпоездку, ну, ладно, ну, предположим. Например, Белоруссию. Ну, в Белоруссии, да. Да и в Казахстан недешево обошлось. Сейчас в Дубае полетят вообще дорого. Там вообще дорого в Дубаях. Вы же знаете. Да. Самолет зафростован, пока не ясно для чего. Но давайте оценивать с точки зрения экономической целесообразности. То есть экономическую целесообразность можно еще ведь измерять не только намерениями и вот этими вот рамочными соглашениями, которые были подписаны, но и реальными оборотами внешнеэкономическими. Надо понимать, что внешнеэкономический оборот Башкирии складывается в основном из оборота негосударственных предприятий. Ну, не в основном, а на 99,9%. И по большому счету не зависит от администрации республики. То есть если Башнефть решит экспортировать нефть или бензин или что-то вообще, что она делает в Молдавию, Индонезию или Афганистан, то почти ничего ей не помешает это сделать, кроме там межгосударственных там соглашений или запретов. Соответственно, тут не ради Фаридовичу решать. Основа экспорта Башкирии это кромотоннажная нефтехимия. То есть здесь нехабировал решать, что куда экспортировать. Импорт в Башкирию иностранных товаров, речь идет о ввозе, например, техники из Белоруссии, это вопрос целесообразности. То есть если он навезет сейчас ненужных никому тракторов, он их просто никому не продаст. Тут тоже рынок будет диктовать. Если вот совсем недавно наш гениальный, без преувеличения, министр сельского хозяйства рекламировал вот эту покупку через лизинг техники, он захлебываясь слюной, значит, докладывал о том, как нарастает, нарастает, нарастает этот лизинг, и когда все упало, он дал простой совет крестьянам. Так продавайте трактора. За треть там цены, за полцены, чё, какие проблемы. Купите сено, будете кормить скотину. Вот подобный экономический подход, это вот продукт нагнетания экономических процессов. Если башкирскому сельхозпроизводителю понадобится трактор, то он его точно найдет на рынке и купит. Особенно, если у него есть деньги или помощь государству, или субсидии, или ещё что-то. Так что здесь помощь Хабирова в покупке белорусских тракторов точно не нужна. Что он собирается импортировать из Афганистана, для меня пугающая загадка. А Дубай, это вообще на самом деле никакая не проблема. С ними вообще можно по телефону решать все вопросы экономические, потому что Дубай это действительно некий хаб торгово-промышленный, мало что производящий, но много что продающий. Соответственно, там всё можно купить, были бы деньги. Вот, собственно, резюме всего его вот этого экономического туризма. Единственное, что извлекает Хабиров для себя лично, это некий пиар. Политические очки перед Кремлём. Вот к нему приехал губернатор. Не все запомнили, откуда он приехал, не все запомнили его фамилию, но все запомнили, что губернатор там из России приехал и обнялся с батикой. Вот, собственно, и всё. Вопрос из телеграма нашего. Дмитрий спрашивает. Депутаты Курултая не поддержали инициативу КПРФ о проведении парламентского расследования и правительственного часа по вопросу повышения платы за услуги ЖКХ. Почему? Хотя, казалось бы, вроде очевиден. Ну, во-первых, повышение платы уровня тарифов ЖКХ это законодательно закреплённый норматив, и расследовать там нечего. Два раза в год, 1 января и 1 июля, у нас поднимаются тарифы на ЖКХ. Это как бы инфляционный процесс. То есть это заложено в бюджете, в бюджетных правилах и прочее, прочее. Расследовать точно здесь нечего. Во-вторых, я уже много раз говорил и повторюсь, речь, вероятнее всего, идёт всё-таки о тарифе на отопление. Ну, да, я думаю, это... Ну, подспудно, по крайней мере, да. А тариф на отопление – это священная корова башкирских чиновников. Наши депутаты госсобрания плоти от плоти башкирское чиновничество, и все они стоят на защите интересов собственников БашРТС. Всё. Самый высокий в России тариф на отопление охраняется чиновниками башкирии. Они будут говорить всё, что угодно, но никогда не позволят обсуждать его целесообразность. Вот всё. То есть они костями лягут. Ну, такова установка из Москвы. Братья Ковальчуке, это вам не кот начихал. Значит, это уже серьёзно. И если им тут, значит, где-то снизить вот эту вот маржу и маржинальность башкирии для них, это будет, ну, большим федеральным фиаско, и тут может прилететь самому Радио Фаритовичу из Москвы какой-то упрёк, а то и как бы нагоняй. Ну, то есть вы согласны с тем, что тарифы изначально завышены, и их можно было бы снизить без ущерба хозяйству, так сказать? Я, как не специалист в области отопления помещений, задаю вопрос, почему тариф на отопление в Уфе выше, чем тариф на отопление в Сургуте? Просто сравнивая банально, да? Да, просто банальные климатические условия сравнивают. То есть это ненормально абсолютно. Ну, а учитывая, насколько он выше, есть подозрение, что он действительно злостным образом завышен. Вы знаете, нас просят прокомментировать историю. В принципе, она уже позади, но так или иначе снос продолжается. Гостиница Ледо имеется в виду. Много, в принципе, об этом сказано. Можно ли назвать тут собственника изначально пострадавшим и полностью, в общем-то, пострадавшей стороной или нет? Безусловно, нет. То есть собственник совершил достаточно большое количество просчётов недопустимых действий и нарушений, которые были теоретически устранимы в тот продолжительный срок, пока они существовали, он там, по-моему, 7 лет функционировал. То есть у него были возможности, ну, по крайней мере, теоретически устранить эти все вещи. У него была возможность добиться от того же Елалова исполнения своих обещаний. Он этого не сделал. Ну, собственник... Любые эти действия, это были деньги, пускай и небольшие. То есть надо было бы либо выкупать, либо арендовать эту землю. Нужно было это всё оформлять, кадастрировать, там, прочее, прочее. Видимо, не хотелось. Назвать его 100% пострадавшим нельзя. Тут, на самом деле, правота и неправота обоих сторон имеют абсолютно разную природу. То есть город не прав, что повёл себя по-идиотски. Он действительно в своём праве юридически был, но город повёл себя по-идиотски. Так себя серьёзные государственные структуры не ведут. А собственник, ну, это довольно распространённая история. То есть человек там немножко где-то что-то подхимичил, что-то не доделал, рассчитывал на авось. Вроде как всё работало долгое время. Никак не мог предположить, что действительно приедет трактор и сломает стену. То есть, ну, это действительно нечасто случается. Вот, собственно, все компоненты этой трагедии. А в информационном смысле, как это всё отработано на уровне города и далее республики. Ведь глава республики молчал, но потом в конце года он во время интервью, не скажу, пресс-конференции прокомментировал. Ну, вроде как это всё умышленно было. Хабиров молчал как пленный партизан, действительно. Он-то объяснил это тем, что он не хотел вмешиваться, потому что хотел посмотреть, как справиться. Но меня удивляет, что когда он уже понял, что они не справились, почему он не вмешался. Ну, в информационном, в медийном плане, конечно, со стороны города это было отвратительно отработано, но мы к этому уже привыкаем. Город не умеет работать с информацией. Я много раз об этом говорил, и в том числе и руководителям городским говорил об этом. Многие из них соглашались с этим, кивали. Там кто-то печалился, говорил, что с этим надо что-то делать. Но ни у кого не хватило никакой инициативы этим заниматься. Нынешний мэр Уфы, Сергей Николаевич Греков, абсолютный ноль в медийном пространстве, абсолютный ноль в понимании, как это работает. К сожалению, его окружают люди. Ну, вот этот вот, как его... Азамат? Да, Азамат. Председатель общественной палаты, он же директор телекомпании Северный Француз. Да, Аль Мухаммедов, бывший теперь. Ген Бердин. Ген Бердин. К сожалению, занял такую позицию. Он охраняет мэра от реальности. Он огораживает его от неудобных ситуаций. В итоге Сергей Николаевич попал в какое-то безвоздушное пространство. Я не знаю, как ему там дышится. Безусловно, надо менять картину, менять структуру работы медийных органов мэрии, чтобы хотя бы не попадать в такие же дурацкие ситуации, в которые они попали вот с этим ледом. Потому что, будучи абсолютно правами с точки зрения юридической, они имели шанс предварительно обосновать все вот это, даже вот это безобразие они могли выставить таким образом, что оно не выглядело бы таким безобразием. Но не потрудились, не знаю там, что уж. Нас просят обратить внимание на деятельность надзорных, по сути, федеральных ведомств. Участившиеся выбросы в атмосферу УФЭ, это беспомощность или безалаберность надзорных ведомств? Спрашивает вас наш подписчик. Безусловно, это безответственность надзорных органов, в которых есть полномочия. То есть я всегда полагал и полагаю сейчас, что если у ведомства есть полномочия прекратить какое-то незаконное или опасное явление, и оно этого не делает, то это преступление. Но вообще-то для УФЭ это норма. То есть всегда и во все времена крупные химические предприятия находили способ договариваться с надзорными ведомствами, чтобы каким-то образом реализовывать свои интересы в части законных и незаконных выбросов. Вот на прошлой неделе у нас было десятикратное превышение по сероводороду в одном из районов Черниковки. То есть это уже опасно для жизни, десятикратное превышение. Буквально пару минут до конца, еще один вопрос, наверное, успею. Вот адвоката Александра Войцеха вновь решили статус адвоката, он стал вновь юристом. Но я, знаете, шире хочу спросить, вот эта вот вся история некого противостояния борьбы части адвокатского сообщества с другой частью обвинения, попытки привлечь Бастрыкина и всех, и вся силовиков, это имеет какой-то конец когда-то логический? И есть ли в этой истории правые, виноватые? Действительно, это вопрос не на две минуты, но у меня складывается ощущение, что все так увлеклись процессом, что немножко подзабыли уже о первоначальных целях и задачах. И это, на самом деле, удручает, потому что вот эта компания, которая боролась, в общем-то, с действительно негативными явлениями в адвокатской палате, она, по-моему, уже немножко сместила свои интересы чуть-чуть в другую сторону, и интересы теперь иные. Отдельно про Войцеха говорить не хочу, потому что это, вот, по-моему, даже не об этом всем вообще, вот сам Войцех. Так что нет, это длинный разговор. А вот эти обращения многочисленные к Бастрыкину, у нас в республике стало это очень модно делать, и самое интересное, некоторые из обращений, да большинство даже, находит отклик, он дает поручение, люди понимают, что кроме него в стране никто ничего не делает. Бастрыкин — это чудо, это вообще, мне он так нравится, в том смысле, какой он отзывчивый человек. Безусловно, есть какая-то аномалия и какая-то патология в этом всем. Я не думаю, что господин Бастрыкин бросил все и занимается только Башкирией, но такое впечатление складывается. Это какая-то игра, федеральная игра, Бастрыкин — человек Сечина. Сечин не очень одобряет деятельность Хабирова, так что, может быть, это и эта связка. А вот Моргенштерн, который по вине, скажем, Бастрыкина покинул Россию, он вернется таки в Россию? Ну, все в руках Ради Фаридовича. Скоро Ради Фаридовича улетает в Дубай, мы передадим ему записки, венки. А там же Бастрыкин и Сечин, как вы говорите. Ну, может быть, все-таки удастся уговорить Бастрыкина отвлечься от деятельности Моргенштерна, переключиться на какие-то более суровые процессы, там, может быть, экстремизм какой-нибудь найдется в России еще, или там, не дай бог, терроризм. Так что мы надеемся, что Ради Фаридович вернет Моргенштерна на родину. Спасибо. Это был политтехнолог Андрей Патрицын. Меня зовут Руслан Валиев. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин